Дорогие друзья, рады приветствовать вас на нашем интернет-канале инвестиционной компании «Универ Капитал». Прошлая неделя была очень-очень интересной, хотя движения было вроде бы немного, на дневных графиках они, по крайней мере, практически не выделяются, но вот события, которые подошли, стоит предположить, что может быть действительно какие-то реперные изменения, может быть даже на ближайшие полгода. Самым главным изменением, которое зафиксировало большое количество аналитиков, как наши, так и зарубежных, являлся рост доходностей. Десятилетние банды выросли почти от 3%, то есть до максимумов этого года. Правда, они в конце недели не смогли пробить и немножко откатили назад. Само по себе движение, конечно, хорошее, но не запредельное. Например, в январе изменение было гораздо более сильное, тогда никто не кричал о том, что какие-то произошли важные события. Сейчас же в СМИ прошло несколько сообщений, причем руководители очень крупных инвестфондов, то есть люди, которые отвечают за свои слова деньгами, которые говорили, что это, пожалуй, самое важное событие за месяц, некоторые даже говорили за полугодие. Изменения вроде бы незначительные, а клик по ним-то взял очень большой. Здесь надо поэтому очень внимательно разобраться, что же случилось. С моей точки зрения, все началось во вторник, хотя тогда никаких сообщений не было. Во вторник традиционно проходят аукционы американских по привлечению американского финансирования госдолга. На самом деле там не было каких-то больших изменений, и суммы были более-менее обычные. Но почему-то именно со вторника переломилось два тренда. Тренд по доллару, который находится в среднесрочном падающем тренде, и по облигациям, которые падали приблизительно доходности в два месяца, и вдруг, ниже тому, ниже стали резко расти. В среду вышел очень важный отчет по бежевой книге. Как известно, бежевая книга является внутренним документом ФРС, который раздается перед заседанием для того, чтобы члены Совета могли ознакомиться с происходящим в экономике, самые свежие данные, и на основании этих данных принимать какие-то более актуальные решения о адекватной текущей ситуации. В принципе, тоже ничего существенного там не было. Утвердалось, что экономика растет, хоть темпы умеренные. У нас отмечался очень сжатый трудовой рынок, хотя по-прежнему не обнаружилось признаков инфляции зарплат, которые ждут уже несколько лет. У нас также не обнаружилось сильное движение по ценам, хотя выразилась уверенность о том, что она все-таки к концу года может достичь 2%, потому что начала расти нефть. Здесь очень правдоподобное предположение в этих условиях стало. Но главное, что никто не обнаружил каких-то плохих сообщений о том, что экономика может затормозиться, хотя с начала года статистика достаточно неубедительная выходит, особенно в Европе и в Японии. В Китае имеется сильное замедление темпов. Но, пожалуй, единственный островок благополучия – это Америка. Но и там индекс удивления приблизился уже почти к нулю. То есть у всех главную угрозу видела и на дефляционной направлении, когда экономика начинает потихонечку тормозить свои темпы. Нет, ничего такого пока не обнаружено по бежевой книге. В четверг вышел отчет философийского банка, который зафиксировал, что впервые очень важные изменения. Он показал, что сильно выросли цены, сильнее, чем в среднем по стране, хотя это отдельный регион, даже не самый главный, но тем не менее в отдельном регионе США обнаружилось изменение цен. Даже прозвучало, что где-то чрезмерные и аномальные изменения, при ближайшем рассмотрении казалось, что это злополучные алюминии со сталью, которые ввели пошлины. Результат тоже был понятен. Кстати, в бежевой книге впервые прозвучала фраза, что у нас появился новый риск, который не наблюдался в период же года, это риск тарифного войны, который будет с Китаем, потому что и США, и Китай сейчас интенсивно разрабатывают планы, которые они уже анонсировали, что там назвали количество товаров, номенклатура, которая будет обложена, и количество денег, которое собирается взять этих новых планов запрещения вовлечь в оборот, точнее, наоборот, извлечь его из оборота. Соответственно, сейчас это стало очень большой угрозой, и вот, когда мы увидели, что резко взлетели цены по алюминию, по стали, и есть также второе сообщение, также не очень важный отчет, это по запасам он показал, 4 месяца подряд скорость 0,4, 0,6, 0,4, 0,6, то есть 2% за год, что сильно превышает темпы роста экономики, просто несоизмеримо. То есть перед грозящим повышением цен многие коммерческие структуры стали делать себе запасы в ожидании роста цен. Ну, еще раз повторю, филадельфийский отчет считается второстепенным, то есть он никогда не разворачивал тренды, поэтому появившиеся в СМИ сообщения, что после филадельфийского отчета все облигации длинного со всего мира резко развернулись и пошли по своим доходностям к последним верхам, но в принципе такого быть не может. Скорее было наоборот, что у нас где-то еще на прошлой неделе в ожидании того, что начала расти нефть, сильно выросли все металлы, они тоже на максимумах, начиная где-то с 2014 года, видно, американские финансовые органы, зная внутреннюю информацию, приняли решение, что больше удержать длинные доходности на текущих, при текущих уровнях доходности им не удастся, то есть они не смогут забирать, привлекать эти средства для финансирования по прежнему доходности. Ему было принято стратегическое решение, что это конспирологическая версия, но она очень хорошо описывает происходящее событие, что мы переходим на заранее подготовленные рубежи обороны в виде повышения доходности. Такие же ситуации у нас же наблюдались раньше, несколько месяцев, и тоже тогда происходила сходная ситуация. После того, как доходности были повышены, со всего мира начался приток, мощный приток средств в Америку. В частности, поэтому, если посмотреть обзоры аналитиков именно по фикс-инкам, то нам указывали, что не только выросли облигации в Америке, или в Германии, в Японии, даже в странах третьего мира, в Бразилии, которая сейчас находится в нехорошем состоянии, то есть американский пылесос заработал, как в прежние годы, в своих лучшие времена. Было выкачено достаточно большое количество средств, и как раз именно эта причина, с моей точки зрения, и послужила тем фактором, который в четверг развернул фондовые рынки. Да, там говорилось, что у нас были причины внутренние, у нас там были проблемы с Амазоном, проблемы, на которых Трамп давно уже точит зубы, что они с помощью своей почтовой системы уничтожают местные доходы почтовых служб, что они уничтожают местные бизнесы. У нас были проблемы с другими технологическими компаниями, хотят запретить Apple в Китае, что, естественно, очень нервирует, что у нас имелся прогноз крупнейшей компании по производству полупродников, которые сказали, что впервые у нас за прошлый год продажи смартфонов не выросли, персоналы вообще уменьшились, и на ближайшие кварталы не ожидают дальнейшего штагнирования спроса. А если мы вспомним, что за последние 3-4 года технологический сектор давал большую часть прироста фондовых рынков, то фактически это приговор всей парадигме, которая двигала рынки в ближайшие, ну, последние там вот несколько лет. То есть были внутренние причины, конечно, для разворота, но все-таки мне кажется, главное, чтобы был резкий отток ликвидности со всех рынков, не только с акций. Ну, казалось бы, обычная ситуация, если у нас плохая ситуация в экономике, у нас плохие перспективы по акциям, то капитаны должны занимать стратегию бегства в качество, то есть выводить деньги из акции и входить в облигации, то есть облигации должны, наоборот, вырасти в нормальной ситуации. Нет, мы видим, что упали синхронные и акции облигации, что является количественным признаком того, что ликвидность резко просела. По поводу ликвидности мы данных не имеем, и я думаю, мы никогда их не узнаем, ввиду того, что большинство операций ФРС проводят в серой зоне, то мы можем только констатировать то, что ни одного сектора на прошлой неделе финансово и даже реальной экономики, которым были замечены эти деньги ушедшие, мы не обнаружили. Единственное, что происходит, дальнейшее рефинансирование долга на фоне растущих дефицитов американских бюджетов. В целом ситуация такая, что в результате американского пылесоса все начавшиеся расти акции, а действительно у них был рост, они вышли из диапазона в начале недели, началась сезонка противной отчетности, ну, конечно, он не очень хороший, можно было бы и пить получше, но ничего криминального у них тоже нет. Акция падает уже больше двух месяцев, что является больше, чем среднее время коррекции. То есть потихоньку акции начали восстанавливаться, они начали разгоняться, и возникала ситуация, что действительно в ближайшее время могут вернуться на максимумы и обновить их исторически максимум. Видно, эта ситуация не устраивала, и к тому же очень нужны были деньги для американского облигаций. И было принято принципиальное решение деньги откачать с рынка акций в сторону американского госдолга, что во всей этой мести и произошло. На выходе было очень много сообщений о том, что это очень важное событие чуть ли не в ближайшие полгода. Черт-то, есть список, большое количество очень людей серьезных, которые квалифицированы. Они просто кидаться такими словами не будут. Но если мы постараемся понять, что же случилось, то, скорее всего, они говорили следующее, что этот шаг, по всей видимости, вряд ли будет последним. Это может быть только начало. Ну и даже некие концептологические теории говорят о том, что мы видели первое движение в начавшейся инфляции сдержек во всем мире. Это движение может, если начнется реально где-то аукнется, для России может быть только осенью, то есть вряд ли в ближайшей неделе этим продолжение. Это скорее для каких-то крупных капиталов. И в этом отношении у нас нет пока предпосылок особо нервничать. Но как долгосрочная тенденция раскрытка мировой инфляции, то есть это прежде всего надо вкладываться будет в акции, в товары и в недвижимость пластическая. Ну и там ряд рынков поменьше. То вот если это действительно так, то это действительно событие очень важное, очень крупное, говорящее о том, что не исключен даже сценарий гиперинфляции, а также мы ждем более агрессивное поведение Америки в геополитических своих действиях, потому что ситуация сильно за ней становится очень-очень такой нервозной. В остальном пока все более-менее спокойно. Я ожидаю, что рынки акций по-прежнему имеют потенциал дороста и возврата на прежнюю максимум. Большое спасибо за внимание.